Ну а сразу после совещания делегация во главе с Игорем Кошиным и Игорем Орловым отправились в Тельвиску, где посетили ряд социально значимых объектов, в том числе амбулаторию и Дом культуры. Также руководители субъектов приняли участие в торжественной церемонии вручения ключей новоселам. Подробности в следующем сюжете. 15 минут на моторных лодках и вот уже главы двух субъектов прибыли в первую столицу Ненинского округа. Тельвисчане важных гостей встречают, как положено, хлебом с солью и не затягивая приступают к торжественной церемонии вручения ключей. Пойдемте ближе, давайте, 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 давайте. Участвуйте, да. Участвуйте. Елена Соснина заветные квадратные метры ждала 6 лет. Она всю жизнь прожила в деревне Макарова, работает дояркой. По словам Елены Анатольевны, новая жилплощадь по сравнению с предыдущей – небо и земля. Вообще даже сравнение идет. Макарова же квартира не благоустроена. Во-первых, во-вторых, на нижнем этаже. Каждый поводок, каждую весну сердце колотится, как бы вода домой не зашла. Ни воды, ни газа там в деревне нет. Но здесь это сравнивать просто нельзя. И хорошо. В общей сложности обладателями новеньких квартир стало 24 семьи. Это погорельцы и очередники. Дом благоустроенный, есть и вода, и газ. Губернатор Игорь Кошин отметил, что вот в эксплуатацию нового жилья говорит о больших перспективах села. Школа строится, дома сдаются, жизнь кипит. В планах ближайших у нас телятник. Будем работать, будем жить, будем развиваться. Делегация с главами Ненинского округа и Архангельской области также посетила телевисочную амбулаторию и социально-культурный центр «Престиж». Игорь Орлов отметил, что для села численностью в 700 человек инфраструктура развита на высоком уровне. Мы с вами получаем совершенно другое качество жизни. И это, безусловно, главная забота власти. Мне очень приятно, что и очень открытый праздник, и, опять-таки, два губернатора в одном хороводе. Очень много замечательных событий у вас здесь. Поэтому от всей души поздравляю. Алина Волчийская, Ирина Цепетова и Александр Дуркин. Телеканал «Север».